Дороги А это уже о дураках Ведь сами по бездорожью каждый день пробираются, но настолько боятся Путина, что авторят И так сойдет, все хорошо, но так ли это? Давайте откроем матрешку и узнаем, что же на самом деле в России с дураками и дорогами В среднем в странах Евросоюза один километр дорожного покрытия стоит около 7 миллионов долларов В Китае почти 2,5 В России же 17,5 миллионов долларов Вот только русские автомобилисты не могут назвать свои дороги лучшими Качество дорог ужасное, яма на яме Если верить руководству страны, они активно делали Мы направили серьезные ресурсы на строительство, реконструкцию и содержание дорог Начиная с 2002-го про 2010-й год На эти цели было выделено ни много ни мало 2,7 триллиона рублей Куда же ушли деньги налогоплательщиков? Ведь за такую сумму можно было проложить невероятную магистраль Конечно же Деньги в России уходят в карманы чиновников Ведь за 20 километров от любого большого российского города начинается мертвая зона Проехать можно, разве что на упряжке Вот, к примеру, ледяные дороги в Якутии Грузовики тонут в водах Или вот грунтовые дороги В пыли, в песке и в ямах Машины просто ездят по накатанной земле А в Удмуртии местные жители даже умудрились торжественно открыть грунтовую дорогу Которая на деле обычное болото Но при этом каравай, баян и разрезание красной ленточки Позволили создать невероятную новость И повод ее же и обмыть Только вглядитесь в эти кадры Именно так они и живут В дерьме, но гордые И с баяном Но это далеко не предел успеха у дураков Вот в Тверской области на грунтовую дорогу Ведущую в деревню Палкино Додумались нанести разделительную полосу Конечно, за последнее время кое-что сделано Нам в дорожном строительстве удалось набрать неплохой темп А это трасса Вязьма-Калуга после капитального ремонта Сейчас у нас здесь начнется фигурное катание Будем объезжать вот такие подобные ямки Нельзя расслабляться и по пути в Сочи Вы только посмотрите на этот глубокий разлом в асфальте Водители рискуют жизнями, проезжая опасный участок Ремонт должен быть капитальным Ветрищина большая Ее размер больше 10 сантиметров Сюда поместится даже целая ладонь Потерять колесо можно и в Калининграде В этом убедился немецкий пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер Он семь недель ехал из родного города в Германии до российского Петербурга на своем тракторе Российские дороги оказались для немецкого трактора тяжким испытанием И он таки потерял колесо А вот одна из самых проблемных дорог в Волгограде Здесь машины теряют колеса из-за того, что асфальт просел И трамвайные рельсы начали торчать острыми углами Если наехать неудачно диском, например, на угол То резину просто рвет и колесо на помойку Вот, вот человек едет вот с такой скоростью наехать на этот шип, когда холодно И колесо ваше порвется, это физика Эта машина уже пострадала на этом участке дороги У нее пробиты оба колеса Вот снова человек пробил всю сторону на тех же самых рельсах Одна сторона спущена и вторая сторона спущена Вот Теряют колеса на русских дорогах даже военные машины И габаритные бензовозы А эти кадры были сняты на дороге в Самарской области У грузовика на полном ходу лопнуло колесо В 2010 году 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий Случилось по причине неудовлетворительного качества дорог Ведь, по словам чиновников, они не успевают их ремонтировать Да, нам бы хотелось отремонтировать 15 тысяч километров из 50, как по нормам положено Но вот допустим в 2011 году мы отремонтируем всего лишь 5,5 тысяч Но куда же деваются деньги, которые выделяются на ремонт дорог в России? И почему даже те дороги, которые успели отремонтировать, тут же опять покрываются ямами? Все просто Достаточно взглянуть, как эти самые дороги делаются Их халатают в дождевую погоду Вряд ли вода способствует качественной и надежной укладке асфальта Или это какая-то новая уникальная технология, которую запатентовали русские? Хочу порадоваться за нашу российскую нанотехнологию Красота! Что бы ни говорили российские чиновники Дороги остаются одной из самых больших бед России Что успели построить при Союзе, то и осталось Может поэтому при нападениях на суверенные государства Российские солдаты так часто разбивают чужие дорожные покрытия? Ведь бездорожье и руины им куда роднее